Ну вот, кто опоздает на лекцию, то есть кто опоздал, тем я не дам поиграться метеоритом. Еще более интересные вещи. Кто в руках не держал метеорит никогда в жизни? Да тут, наверное, никто никогда не держал. Как никто? Никто метеорит не держал в руках? Трогали? Ну вот, это сихотоаринский метеорит, железный, с примесью никеля, самый популярный в нашей стране, поскольку 30 тонн почти собраны его осколков. А вот кому точно не достанет, а вернее так, кто никогда в жизни не держал в руках комету, а точнее не нюхал ее газы. Дело в том, что довольно хорошо изучен газовый состав кометы Чурюмова-Герасименко, знаете, да, которая вот несколько лет назад исследовалась аппаратом Розетто европейским, и газовый состав очень точно измерен. Вот этим набором газов пропитали вот эту ее фотографию. Ну что делать? Так пахнет комета. Я думаю, после этого вы не заснете. Ну примерно, да. Тухлые яйца отдыхали после кометы. Да, вот на метеорит посмотрите. Он 40 лет назад разрезан и отшлифован. Где метеорит? Уже улетел? 40 лет назад. И он лежит, ну правда, лежит нормально дома в сухой обстановке и не поржавел совершенно. А вот вопрос. Почему он поржавел с вот этой стороны? Он горел тут. Что значит горел? Вот видите, он ржавый, да? Подобрали его, ну примерно лет через 25, после того, как он упал на землю. Еще 40 лет он отполированный лежит дома и не поржавел. В чем разница? Вот 25 лет лежал, поржавел, 40 лет лежал, не поржавел. А? Ну? Он лежал в сырой земле, правильно? Сырая земля, да еще некоторое время он был горячий. И то, и другое стимулирует реакцию окисления. А это он лежал дома в сухой атмосфере. И что интересно, состав его... Алло, 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 я вас слышу. Почему что я последний? Нюхай, нюхай. Состав его практически в точности соответствует нержавеющему железу. Вот то, что называется нержавейка, из чего делают ложки, вилки, ножи. Это железо, ну где-то 96%, 4% никеля. Так вот, у метеорита точно такой же состав. Почему он такой? Почему он соответствует нержавеющему железу? Так кто еще? Никто не знает. Все? Отдайте. А, ну ладно, поиграйте. Так, где моя комета? Вот, ее надо срочно спрятать, а то выдохнется. Сколько лет? Сколько лет? Ну, когда комета Чурюмова-Герасименко у нас исследовалась, помните? Пять лет назад. Ну да, вы еще маленькие были, да. Пять лет назад. Вот тогда ее газовым составом пропитали эту кордоночку. Все, отдайте железку. Она не пахнет. Давайте поговорим о солнечной системе. Значит, общие свойства обсуждаем. В школьном учебнике астрономии наконец-то появилась правильная картинка. Это мы с профессором Засовым написали школьный учебник и впервые показали, как выглядит наша солнечная система в нормальном масштабе. Так, я вас рассажу, ребят. Это очень гулкая аудитория. Либо куда-то в коридор и болтайте сколько хотите. Тем более, что экзамен уже сдан. Ну? Я буду ловить. С набитым ртом-то, конечно, будешь молчать. Ешь, ешь. Вот так выглядит солнечная система в одном масштабе. Триста, тридцать, три тысячи раз звезда массивнее нашей планеты. Вот это группа планет земного типа, это группа планет гигантов. А где тут Земля? Какая она, ну, например, слева направо по счету? Пятая. Пятая. Молодцы, пятая, да. А справа налево? Четвертая. Четвертая. Вот. А эта группа делится на... Каждая из них делится пополам, да? Это какие планеты? Газовые гиганты эти, ледяные, эти две, ну, более или менее похожие на Землю, эти две практически безатмосферные, ну, Марс там чуть-чуть есть, ну, почти безатмосферные, и они не похожи на Землю. Марс и Меркурий. Вот еще одно соотношение размеров. И вообще удивительное дело, практически вся масса в Солнце, а весь момент импульса орбитальных, ну, любого импульса, всех моментов импульса, и орбитальных, и осевых вращений, какой объект на себя несет? А? Юпитер, конечно. Вот это удивительно. Как вот эта огромная масса отдала свой момент импульса, ну, то есть, там, количество вращений, или как его называют, еще по-разному. Правильно говорить, момент импульса отдала Юпитеру чуть-чуть, там, Сатурну, совсем мало остальным планетам. Это большая загадка. Вот все теории формирования Солнечной системы должны это объяснять. Как разделились масса и момент импульса? Масса ушла в центральное тело, а момент ушел на периферию, ну, далеко от центрального тела. Не на самую периферию, но, во всяком случае, вот на эти две. Да, в основном, на Юпитер. Это довольно сложная физическая проблема, и как ее решить, мы не знаем. Поначалу-то он был, естественно, однородно распределен. Какое-то облако медленно вращалось. Вот, а потом масса в одну сторону, а момент перепрыгнул в другую. Это надо объяснять, это пока еще не сделано. Ну, звезд много, и у каждой из них, скорее всего, есть такое же облако Орта, как у нашей Солнечной системы. Об этом мы уже говорили, да? Они взаимодействуют, скорее всего. И вот пример тому в последние годы – это залетевший к нам астероид, и залетевшая к нам комета Борисова. Кстати, на днях Борисов будет читать лекцию, и я думаю, это будет очень интересно, потому что Докозил почему-то в ГАИШ его не пригласили прочитать лекцию. Я не знаю, почему, хотя он наш сотрудник. В Докозил он будет очень опытный телескопостроитель и первооткрыватель комет. Это у него не первое, кстати, астероиды у него есть. Вот как это делается, как современные базы данных организованы, как поиск на небе, это он точно знает, и кого это интересует, я рекомендую послушать. В Докозил в ближайшие дни. Это будет, по-моему, в среду, да, послезавтра. Ну, про поиск Койпера я вам тоже рассказывал. Сам Койпер ничем не провинился, замечательный астроном и наблюдатель, и теоретик. Но вот так случилось, что он был уверен, что здесь ничего нет, а когда чего-то открыли, его именем назвали это место в Солнечной системе. Так бывает. Главное засветиться. Как говорят, плохой рекламы не бывает, да? Вот он говорил, говорил об этом месте, где ничего не должно быть, по его мнению. Выяснилось, что там много чего есть, и теперь это его именем названо. Ну, а Ян Уорт совершенно справедливо свое имя отдал облаку Уорта, потому что он его теоретически предсказал. Но тоже тут ситуация сложная. Был совершенно замечательный астроном, эпик, эстонец. А потом он переехал в Ирландию. Хотя кончил МГУ и работал у нас тут довольно долго, и под Алматой в обсерватории. Ну, а потом, когда зваруха военная началась, он переехал в Ирландию. Так это он первый вообще-то написал статью о том, что вот тут должна быть большая группа холодных, далеких от Солнца ядер. Но опять же написал в каком-то ирландском небольшом журнальчике, который не больно-то кто читает. Так же, как и наши отечественные. А Уорт правильно написал это в Astronomical Journal, один из двух ведущих в мире астрономических журналов. Есть Astrophysical Journal и Astronomical Journal. Ну, еще Манзльнотс, Офроилл Сосайте. Вот три журнала, на которые, если вы хотите миру показать свои результаты, надо на них ориентироваться. Так, тут ничего нового нет. Я хочу сегодня прям две темы обсудить, поэтому то, что мы уже обговорили, мы не будем касаться. В облако Орта время от времени, естественно, залетают чужие звезды, они возмущают движение тел там. Так что нет ничего удивительного, что эти тела отчасти улетают вне, а отчасти идут внутрь Солнечной системы. И до сих пор обсуждается, но нет ни сильных аргументов, ни за, ни против идеи, что вымирание животных на Земле, знаете, такие почти периодические катастрофы, там раз в 33-35 миллионов лет, что они связаны с регулярным пролетом звезд через облако Орта и со сбросом вот части этих тел туда, в центральную область, ну и с повышенной частотой бомбардировок планет, в том числе и Земли. Вообще говоря, я посмотрел эти работы, ну, в общем, регулярно их смотрю. Ну, неплохо это выглядит в статистиках. И геологи говорят о периодичности вымираний, ну, палеонтологи. И астрономы, по крайней мере, какое-то оправдание этой идеи тоже видят. Ну, может быть, не только звезды в этом виноваты, еще есть причины, но, по крайней мере, что-то такое наклевывается. Солнце. Ну, чего тут про Солнце, ничего интересного не расскажешь. Разве что... Ну, вот что. Только что я был в президиуме Академии наук, буквально вот сейчас прибежал оттуда. И там обсуждали результаты года астрономического. На что идут деньги, а на что бы хотелось их потратить. Так вот, сейчас все деньги, которые на астрономию можно выбить в стране, а они все идут практически через Академию наук, ушли на солнечные исследования. Значит, надо понимать, что это вещь, которую очень хорошо, ну, как вообще в наших условиях можно, очень хорошо, но, по крайней мере, лучше, чем остальные направления, финансируют. А почему именно Солнце? Мало ли звезд на небе, мало ли планет в Солнечной системе. Почему на Солнце такой интерес и такое финансирование? Сейчас в Сибири строится колоссальное совершенно целый комплексы радио и оптическое, там большой телескоп солнечный, в общем, миллиарды и миллиарды туда идут. И это, в общем, тем, кто задумывается о карьере, это надо иметь в виду, что изучать Солнце, это значит получать возможности для работы. Далеко не все такие возможности получают. Если у вас есть хорошие идеи, то они будут поддержаны государством. В этом смысле, ну, это перспективная вещь. А как думаете, почему именно это? Кому это надо? Солнце и его влияние на Землю? Ну, Солнце больше чем-то влияет? Нет, то, что оно больше влияет, да. Ну, сильно ли оно влияет? Вот раз часто ли мы его видим вообще? Солнечная активность? Что? Может прогнозировать солнечную активность? Да, а кому она важна, солнечная активность? В общем, все эти планы, все эти планы, все эти планы, все эти планы, все эти планы. Ну, это довольно, да, тонкий вопрос. Ну, космонавтам, да, она на них прямо воздействует. Космической технике она на них прямо. На нас, на Земле, солнечная активность практически не отражается. Сто, даже 150 лет уже пытаются найти корреляции между здоровьем человека, урожайностью пшеницы и так далее, там, размножением каких-либо телемников и так далее. Но сильных корреляций нет. Нет, атмосфера стирает почти все, ну, выравнивает все. А вот для космической техники это важно. И еще для техники радиосвязи, потому что она работает за счет ионосферы. Вот ионосфера, самые верхние слои земной атмосферы, ну, и космическая техника, которая за атмосферой, она очень сильно чувствует, ну, и страдает от солнечной активности. А это все военные проекты. Почти все, что связано со связью и с наблюдениями Земли из космоса, это военные проекты. А на них в первую очередь, конечно, идет финансирование, ну, это оборона. А поэтому изучение Солнца вещь перспективная. И сегодня мы увидим не только со стороны Земли, но и с обратной стороны. Вы знаете, что теперь мы контролируем Солнце со всех сторон. Чего раньше не было, это возможность только появилась с запуском двух спутников туда, в ту сторону, в общем, на обратную сторону земной орбиты. И они вдвоем смотрят на Солнце и одновременно видят Землю. Ну, они не прямо за Солнцем, иначе они не передавали бы сигнал нам. Они так с двух сторон там висят и в целом обозревают обратное полушарие. Зачем нам обратное полушарие Солнца? Нам же важно то, что сюда обернуто. Зачем нам смотреть на ту сторону, на невидимую сторону, как это? Dark side of the sun, да? Обратная сторона Солнца. Зачем она нам? А с каким периодом вращается Солнце? Да, ну примерно, ну месяц, да, месяц, да. А активные области держатся иногда дольше, а иногда даже 2-3 оборота Солнца. Активные там, где происходит выделение энергии. Ну, вот их видно прямо, это ультрафиолетовый рентгеновский снимок, они совмещены. И тут все активные области светлые. Иногда они, да, возникают на той стороне, выезжают на эту и проявляют себя наиболее ярко, именно когда уже к нам будут обернуты. Да, это действительно так. Прогноз, по крайней мере, на 2 недели можно делать, глядя на обратную сторону Солнца. Ну, мы говорили уже о том, что гелиосфера есть, что Солнце своим веществом сравнительно небольшой область заполняет, а со стороны межзвездной среды она подпирается уже чужим газом. Ну, вот летит звезда, кстати, гелиосферу можно наблюдать, ну как, в телескоп, вооруженным взглядом, глазом, но прямо впрямую. Вот это мы рисуем так, вокруг Солнца мы ничего не увидели. Это мы прямо видим, летит звезда, и ее звездный ветер заполняет вот этот конус, ударная волна головная, боушок, и отсюда налетает, ну, кто на кого налетает еще вопрос, ну, в общем, они друг относительно друга движутся, и мы видим, куда летит звезда. Да, уникальный случай. Мы хорошо измеряем скорость звезд вдоль луча зрения по доплеровскому эффекту, но очень плохо, почти никак, движение в картинной плоскости, в плоскости неба. А тут прямо видим, куда и с какой скоростью летит звезда. А как их скорости можно судить? Ну-ка. Откуда я знаю, с какой скоростью она летит? Красное смещение. Нет, красное смещение дает получу зрения, а я имею в виду, нет, она далеко, это в Орионе. Конус маха. Да, конус маха. По раскрытию конуса маха, измерив скорость и плотность звездного ветра, который на нас дует, а это по эффекту Доплера можно, мы уже можем вот по вот этому углу, по конусу маха, потому что сверхзвуковая скорость, ударная волна, можем рассчитать, чем быстрее она летит, тем более узким будет этот конус. Ну, так вот рассчитывать. Но это внутри плотной газовой туманности, в туманности Ориона. Вот имя звезды Эль. Эль, значит, переменная звезда, одна из каталогов переменных звезд. Ну, я не помню, я показывал вам, по-моему, эту снимку. Да, все понятно, это все понятно. Это все понятно. Планета Карлики. А, устарела картинка, не буду ее показывать. Во, уже не устарела. А планет Карликов, нет, тоже устарела. Ну, нет, не совсем. Планет Карликов у нас пять, формально. Но из них четыре, Плутон, Ирида, Квавар и Седна, они, значит, в поясе Койпера, а Церрера в большом поясе астероидов. Ну, это, в общем, все то же самое. С Плутоном, к счастью, мы уже познакомились, хотя раньше видели только вот такое вот невнятное пятно. Телескоп лучшего не дает. Когда мы фотографируем Плутон с Земли, мы видим вот такую кляксу. И впервые в 1978 году на кляксе увидели вот этот пупырь и догадались, что это спутник Плутона. Так оно и оказалось. Так был открыт Харон, большой спутник Плутона. Вот это прямая фотография Харона, которую Джеймс Кристи сделал, ну, а это ее интерпретация. И как повезло в те годы, что орбита Харона была практически ребром, ну, то есть плоскостью орбитальной, направлена на Солнце. Прошло всего несколько лет, и мы точно увидели орбиту Харона с ребра. И почему это было важно? А потому что он стал время от времени проходить то перед, то за Плутоном. Начались взаимные покрытия. И таким образом впервые была составлена карта внешности Плутона. Вот это вот. То есть мы ничего про него так и не знали, пятно видели. Но потому как меняется яркость при взаимных покрытиях, это же как сканирование одним шариком другого. И можно восстановить поверхностную яркость. И вот так мы увидели Плутон еще до подлета к нему космического аппарата. Было удивительно, что на нем есть вот это вот, сейчас проезжает, вот это вот яркое пятно. Тогда ему объяснения не было. Видите, с Земли снимок не очень. С телескопа Хаббл вполне они разрешаются, Плутон и Харон, но тоже никаких деталей на поверхности даже Хаббл не видит. А когда началось вот это вот взаимное покрытие, то Хаббл, наблюдая изменение яркости, по его снимкам восстановили. Пока к Плутону летел аппарат New Horizons, Хаббл время от времени направляли на Плутон, чтобы максимально полную информацию об этой системе получить, чтобы во время пролета знать, куда повернуть объективы этого зонда и не пропустить ничего интересного. И вот сначала Хаббл открыл, ну, Плутон и Харон уже были известны к тому времени. Сначала Хаббл открыл еще два спутника у Плутона, Гидро и Никс, Никда по-русски говорят, а потом уже прямо вот докануне подлета еще два. Но для этого пришлось сами Плутон и Харон закрыть черной завецой, чтобы они не ослепляли объектив. Гидро и Никда яркие тут, а вот еще два оказались. Ну, сначала их назвали Плутон-4, Плутон-5, потом дали собственные имена. Так что у Плутона удивительным образом система из пяти спутников. Или надо говорить точнее, у системы, у двойной планеты, вот как, у двойной планеты Плутон-Харон четыре спутника. Вот это будет самое точное описание этой системы, потому что Плутон и Харон действительно единственная в Солнечной системе двойная планета. Формально это вот как объясняется. Есть много спутников, у всех почти планет, но всегда центр масс системы планеты спутники лежит внутри планеты. И только в системе Плутон-Харон центр масс лежит между ними, за пределами тела каждой из них. Только что они в каком-то смысле равноправны. Ну, один чуть побольше, другой чуть поменьше. Ну, всего лишь вдвое различается размер, в восемь раз масса, так что не сильно различается. Ну и, наконец, в 2015 году пролетел Нью-Хорайзенс. Удивительный аппарат, довольно дешевый и очень-очень результативный оказался. Как он сработал, надо сказать. Ну, ладно. Там много было проблем, но он все эти проблемы, ну, не он, а те, кто им управляет, решил. Вот это, пожалуй, первый космический аппарат, у которого телевизионные фотообъективы намертво вделаны в тело аппарата. Все предыдущие зонды, там, Пионеры, Вояджеры, а, собственно, их всего четыре было, два Пионера, два Вояджера, они были очень дорогими, и на каждом из них была гиростабилизированная платформа. Это значит, сам корпус аппарата может быть повернут как угодно, а платформа с научными приборами может смотреть в нужном направлении. Как правило, антенна, антенна всегда очень большая, ведь они улетают туда, за Юпитер, и оттуда радиосигнал слабенький доходит до Земли, значит, надо антенну точно направить на Землю, чтобы передавать результаты наблюдений. А она связана с корпусом аппарата. Ну, а пролетая мимо планеты, надо смотреть то туда, то сюда, на спутники, на саму планету. Поэтому все научное оборудование, оно было отвязано от аппарата, оно могло куда угодно смотреть, а это довольно дорогая система. А поскольку денег не было вот на этот New Horizons, его вообще NASA делало как-то так. Ну, я книжку недавно редактировал, вот она сейчас выйдет с описанием этого эксперимента. Какие-то там крохи оставалось, несколько, там, пара сотен миллионов долларов, это очень мало на такой аппарат. Сказали, ну ладно, вот возьмите, если сумеете сделать что-то, сделайте. Вот они по минимуму сделали, все прямо вставили непрерывно, как непрерывно, неподвижно в корпус аппарата, и антенна неподвижная. А вот это что такое? Какой-то охладитель. Какой-то охладитель. А, источник. Правильно, да. Это электроисточник, поскольку он отлетает далеко от Солнца, там же солнечная батарея бессмысленна. Это радиоизотопный источник электричества. Там внутри плутоний 234-й, а снаружи охладители. Плутоний греет, он радиоактивно греет внутреннюю часть, снаружи охлаждается, и на перепаде температуры эффект пельтье. Слышали такой? А? Ну, по физике это будет у вас. Вообще-то должно было уже. Ну ладно, будет, наверное, раз не было. Эффект пельтье, там, спая в два. В общем, ладно. Разница температур дает возможность генерировать электричество. Так вот, как же он мог? Ему надо было объективы на плутон, на спутники, то есть все время поворачивать аппарат, чего-то там измерять, а при этом антенна, очевидно, на Землю не смотрела. Она вместе с корпусом аппарата поворачивалась, бог знает куда. Как же он передавал тогда результаты наблюдений? А все благодаря тому, что в наше время существуют флешки. Маленькие носители большого объема памяти, чего раньше не было. То есть он ничего не передавал. Пролетая мимо Плутона и его спутников, он вообще ничего не передавал на Землю, а все записывал в твердотельную память. Такой возможности раньше не было. Она впервые была реализована совсем недавно на этом аппарате. А потом, когда пролетел, и все, нечего было наблюдать, антенну сориентировал на Землю и в течение полутора лет передавал все, что он фотографировал, измерял и так далее. Полтора года с него шла информация. Почему так долго? Да, далеко, и скорость передачи очень маленькая. Чтобы сквозь помехи передать слабый сигнал, надо его с очень маленьким потоком байтов передавать, тогда помехи его не забьют. Вот так он выглядел. Замечательная машина, он жив-здоров, он летит. Он пролетел мимо еще одного объекта пояса Койпера и, может быть, ему еще одну найдут. Ее лет на 50 только, даже лет на 40. Период полураспада 50 с чем-то лет. Лет на 40 электроэнергии хватит, а он уже больше 10. Когда его запустили? В 2009 году, по-моему, да? Нет, в 2006. О, он уже 13 лет в полете, то есть у него снижается электромощность этого генератора, но еще лет 20 он сможет поработать. В пространстве ориентируется? Что? Как в пространстве ориентируется? В пространстве у него вот звездные датчики есть. На каждом таком аппарате, но с этой стороны виден, а с той, вот это, наверное, звездные. То есть у него ориентирами служит Солнце. Ну, ясно, что главный фонарь на небе Солнечной системы — это Солнце. Первое, что он захватывает Солнце, а потом, не выпуская Солнца из солнечного датчика, начинает крутиться и ищет самую яркую звезду, которая вблизи, ну, это, конечно, не эклиптика, в общем, в направлении перпендикулярном на Солнце. Как правило, это Канопус. Как крутится сейчас гироскопа? Нет, у него есть гироскопы, но гироскопы для стабилизации. Нет там реактивные маленькие двигатели на азоте. Реактивные. Ну, маленькие такие двигатели ориентации. Там вообще сможет там пару гироскопов спектаклировать, а потом у нас топливо кончится. Потом что? Ну, когда-то топливо кончится. Ну, обычно топлива хватает намного дольше, чем электроэнергии. Ну, например, Voyager 40 лет уже летит и поддерживает ориентацию. Почему 40? 50. Сейчас, в 76-м году. 45 лет он летит. Вот, и ему хватает. Что? Ну, конечно, нужно. Зачем же вам простывать-то? Ну, вот, теперь мы знаем, что Плутон удивительным образом живая планета. Никогда ни у кого не было даже мысли о том, что на Плутоне может быть геологическая какая-то активность. Он маленький, он во много раз меньше Луны. Луна остыла, хотя она близко к Солнцу и сравнительно большая. Плутон маленький и далеко от Солнца. Откуда у него вообще может быть тепло внутри? Он должен был давно остыть. А почему мы уверены, что у него внутри тепло? А вот, пожалуйста, смотрим. Одно полушарие, даже больше, там, две трети поверхности, покрыты метеоритными кратерами. Вот они. Вот они. Значит, это старая поверхность. Значит, ее кратеры очень старые, их там накопилось много. И тут никакой активности за последние миллионы лет не было. А вот это вот то самое светлое пятно, которое мы заметили еще раньше, оно действительно оказалось очень ярким. И ни одного метеоритного кратера на нем нет. Как это так? Тут они есть, тут они есть, а вот тут большая площадь. Сюда не попадали метеориты? Да нет, конечно. Должны были. Значит, это свежее, свежий лед, свежий снег. Откуда он мог взяться? Он мог взяться, только вылившись изнутри. По температуре, судя, это замерзший азот. Там холодно, правда. Это замерзший азот. И раз он вытек, значит, внутри он теплый, ну, жидкий азот. А раз так, значит, там есть источники тепла. Знаете, как назвали вот эту вот штуку? Ну, всю ее, вот эту всю область назвали именем Томбо. Клайд Томбо, это кто? Клайд Томбо. Не слышали такого астронома, нет? Да, он открыл Плутон в 30-м году. А вот эту вот штуку назвали спутник. В честь нашего первого спутника Земли. Она чем-то напоминает шарик. Красота, да? Чем отличается этот от этого? Нет, тут, мне кажется, просто образовка приведет. Да, вот это естественный для человеческого глаза цвет. А это контрастированный, немножко, ну, заметно повышен контраст цвета. Зато приятнее смотреть, и ты выделяешь сразу какие-то детали более четко, чем на том снимке. Вот, ну, надо понимать, что это неестественный цвет, что для глаза он бы вот так не выглядел, потому что, ну, потому что обработан. Но зато здорово. А хорон рядом с ним совершенно не такой, хотя, казалось бы, они почти близнецы. Вот, а в чем разница? Ну, например, в средней плотности. У Плутона почти двойка, а у хорона почти полтора. Ну, может быть, я усугубляю, не очень сильная разница, но все-таки есть она, да? И она не может быть связана только с силой тяжести. Хотя, конечно, этот себя уплотняет, он же все-таки большой, сжимает себя гравитацией. Это не так сильно, но, скорее всего, у них действительно состав немножко разный. Альбедо довольно сильно отличается у Плутона и хорона, различается. Альбедо Плутона, в общем так, поверхность Плутона намного ярче, чем поверхность хорона. Но это понятно. Это следует вот откуда. Сила тяжести, вторая космическая скорость разная. И, значит, отсюда газы легче уходят, чем с поверхности Плутона. А раз они там задерживаются, они снегом охлаждаются, снегом ложатся. Снег всегда яркий, у него высокая альбедо. Ну и по причине же альбедо... Тут холоднее, тут теплее. Ну, ненамного. Ну, все-таки, в этих условиях 10 градусов это довольно много. То есть он лучше отражает, меньше поглощает солнечного цвета. Но это не совсем понятно, потому что солнечный ли свет играет там основную роль в нагреве? Или изнутри идет тепло? Вот у объектов за Юпитером там ситуация довольно неоднозначная. У некоторых планет, например, у Сатурна, потоки тепла изнутри больше, чем поток падающего тепла снаружи, солнечного света снаружи. Ну, как-то мы пытаемся это дело объяснить. В общем, там есть еще проблемы. Но у таких вот самых далеких объектов там солнышко почти не греет, а в недрах что-то, очевидно, выделяет тепло. Ну, по крайней мере, у Плутона выделяет тепло. Харон, тут у меня нет, наверное, харона. Сейчас посмотрим. Можно? Да. Если что-то нет, то почему все-таки тепло? Ну, она ниже. То есть это все альбедо? Это альбедо, да. Ну, вот насколько, ну, так сказать, а мог бы быть он еще холоднее, если бы там не было внутренних источников тепла. Мы не знаем, вот эти 10 градусов, они связаны с альбедо или нет. И вот еще загадочная вещь. Вообще, харон загадочная штука. На полюсах у всех небесных тел светлее, чем на экваторе. Ну, понятно, полюса холодные, холоднее, чем экватор. И только у харона на полюсе темное пятно. Почему, непонятно. Ну, географические названия, они пока еще, некоторые утверждены, некоторые еще так обсуждаются, но вот какую-то общую тенденцию вы, наверное, заметите. Ну, вот Клайд-Томба — это вся эта область, вся светлая, а спутник, плато-спутник — это вот это вот. Ну, я не знаю. Ну, да, напоминает шарик и, в общем, кому-то напомнил. Викинг, Венера, Терра — это Земля. Викинг, Венера, Вояджер, Пионер, Хаябус — это кто? Все космические зонды, которые летали к далеким планетам. Венера — это наши, а остальные — Викинг, Вояджер, Пионер американские, Хаябус — это японские. Два зонда, которые к астероидам летали. Что тут еще знакомого? А вот фамилия, например, кратер Сафронов. Кто такой Сафронов? Не знаете. Он создатель теории формирования Солнечной системы, самый такой продвинутый. Его уже нет. В общем, это, можно сказать, один из наших классиков мирового калибра относительно астрономической теории. Ну, остальные. А, вот Эджворта вспомнили. Помните, я говорил, пояс Эджворта-Койпера? Ладно, поехали дальше. Атмосфера. Ну, были у нас намеки на то, что у Плутона есть атмосфера. Когда он проходил на фоне ярких звезд, то есть покрытие звезд Плутоном, что-то такое замечали. Ну, не очень надежно. А когда Нью-Хорайзен залетел за ночную сторону, ну, тут просто вот атмосфера стала видна. Вообще, на просвет, в контровом свете, солнечном, много чего видно, чего не замечаешь в прямом освещении. То эту атмосферу мы бы так в прямом освещении не заметили, а по рассеянному свету, даже если присмотритесь, там слои, видите, какая она слоистая, довольно четкие слои видны, то есть у нее строение вполне себе интересное. Но состав не сильно отличается от нашей. Азот, он для нас родной. Ну, в городе это тоже родное. Автомобили выкидывают. Ну, Саш-4, да, тоже мы с вами выдыхаем. Правда, давление очень низкое, в 100 тысяч раз меньше атмосферного на Земле. Тем не менее, атмосфера есть. Причем она довольно интересная, эта атмосфера, поскольку Плутон движется по вытянутой орбите, сейчас он ближе к Солнцу, чем в среднем. Он прошел где-то в 89-м, по-моему, году перигелий. Сейчас он удаляется от Солнца, но не особенно далеко ушел. Дальше, в ближайшие десятилетия он будет удаляться. И, честно говоря, мы думали, что вот он немного удалился от Солнца, атмосфера его замерзнет и упадет на поверхность. Нет, не замерзла. Значит, она еще некоторое время провисит, но когда он в Апо-центр уйдет, то есть в Афелии, она наверняка замерзнет и ляжет снегом, ну а потом снова восстановится. Поверхность довольно любопытная. Ветра, ну, по крайней мере, плотного ветра там нет, атмосфера разреженная. А вот какие-то странные дюны, которые, как мы считаем, только ветер может формировать на поверхности. Дюны есть, ветра нет, а дюны есть. Как это может быть? Какой еще физический агент может заставить вот так волнообразно поверхность? Нет, это лед, конечно. А что же это еще? Может, снег, выгадаете, снег намораживается, он может, как можно и намораживать. Периодическую структуру вот такую? Может, ледник, это же есть атмосфера. Но она разреженная, она что есть, что нет. Ну, в сто тысяч раз разреженная земной. Это формальная такая атмосфера, она ничего переместить, казалось бы, не может. Ну, это довольно температура, минус 200 с лишним градусов. Там снег и лед, он как камень твердый. Вы, если произносите что-то так, чтобы четко вот там было слышно. Я видел снимок, где она свет преломляет, солнце. Атмосфера? Да. Как она преломляет? Где разница залетела за патроном, и там видно... Иногда надо поднимать голову. Вот. Да, преломляет. Точнее, не преломляет, а рассеивает. Ну, вот это тоже одна из загадок Плутона. А это Харон. Да вообще удивительное тело. Уж он-то точно должен был давно замерзнуть. А посмотрите, какая на нем трещина. Это не просто геологическая активность, это вообще что-то страшное. Такой разлом через всю планету. Вот тоже непонятно. А это у него откуда? Почему на полюсе? А по цвету, даже по спектру, это органика. Но органика не всегда бывает произведением живого существа. Органика, она может быть из вулканов тоже вылетает. Но вот органика сама по себе странна, потому что нужны какие-то... Ну, нужна температура хотя бы для синтеза. А там холодно невероятно. Как там органические соединения возникают? Любопытно, любопытно. В спутнике Харон очень большой. Вот он тут не поместился. А два маленьких, а два совсем маленьких. Вот Кербер и Стик совсем малюсенькие. А Гидро и Нигда так себе, километров по 20-25 размером. За поясом Койпера есть ли надежда найти что-то крупное? Никто такую надежду не высказывал до появления вот этих двух молодцов. Ну, одного из них вы наверняка уже на Ютьюбе смотрели, да? Никто не видел это интервью? Видели, да. Замечательный оптимист нашего происхождения, Костя Батыгин. Работает в Калктехе. Берите с него пример. Так вот. А это Майк Браун. Знаменитый Майк Браун. Книга которого под названием «Как я убил Плутон» переведена на русский язык. И там очень хорошо описана наша с вами работа. Так сказать, изнутри. Как это делается. Как какие неприятности можно себе нажить. И так далее. Как гранты выбивать. Как открытие за собой фиксировать. В общем, Майк Браун очень опытный первооткрыватель. Много чего. Он открыл массу объектов в поясе Койпера. Но он же предложил в 2006 году вывести Плутон из разряда больших планет. Что совершенно правильно. Что абсолютно оправдано. Поэтому астрономы в большинстве своем согласились с этой идеей. Что Плутон, но он особый. Представитель особого типа планет карликов. И теперь вот такая группа растет. Уже пять штук есть планет карликов. Но ему за это досталось очень сильно. Особенно от американского общества. Потому что американцы всегда считали, что Плутон это их национальная планета. Все планеты были открыты европейцами. И только Плутон был открыт американцам. Клайдом Томбо. И они всегда держались за Плутон. Что вот и мы тоже умеем планеты открывать. Наконец Плутон вывели из компании больших планет. И там такие демонстрации. Еще, по-моему, в двух или трех штатах законодательно Плутон объявлен планетой. Вопреки международному астрономическому мнению. Чтобы вот... Ну, американцы это любят. Так вот, ему, естественно, хотелось реабилитироваться. И он в компании сквозь... В основном Батыгин сделал работу. Заключалась она вот в чем. Те объекты, что открыл Браун и другие, там есть группа на Гавайях работает. Они, смотрите, их... Вот это орбита этого самого Нептуна. А эти все в поясе Койпера, они по эллиптическим орбитам движутся. И вы чувствуете, что они не хаотически ориентированы. Что большие оси, они лежат в каком-то довольно умеренном конусе направления. Да, вот можно сказать, 45... Нет, 90 градусов, да, вот. А 270 градусов, суда ориентации нет ни одного. Не может же это быть случайностью? То есть может быть, но крайне маловероятно, правда? Чтобы вот так они все сгруппировались. И Батыгин понасчитал массу моделей Солнечной системы, в которой у него получился следующий результат. Если существует тяжелая большая планета очень далеко, вот 100 астрономических единиц, то есть это 1000 астрономических единиц, очень далеко, за пределами пояса Койпера, намного дальше, то она своей гравитацией могла срежиссировать, собрать те маленькие тела в одном направлении. Это хорошая идея. Эту работу повторили, ну, по крайней мере, две, я знаю, группы небесных механиков, там французская, одна американская, повторили. Да, получается, что присутствие такой массивной, но она типа там 5-8 масс Земли, то есть такая супер-земля должна быть, ее присутствие вот на такой орбите, примерно на такой, может вызвать концентрацию остальных маленьких тел там в передцентре. Но где она сегодня, в какой точке своей орбиты, этого модель не может сказать. Модель крутит эту штуку, там, тысячи оборотов, чтобы сложилась такая ситуация. Ситуация складывается, но когда, в какой точке ожидать наличия этой гипотетической девятой планеты, никто не знает. Поэтому ее стали искать, ну, примерно в этой плоскости. Но где именно, это надо прошерстить почти все небо. И Батыгину и Брауну дают время на больших телескопах. Можете посчитать, если эта штука, ну, во сколько раз она? Может быть, вдвое больше Земли, да, примерно по размеру? Ну, вдвое, да, чтобы масса была там в 7-8 раз больше. Вдвое больше Земли на расстоянии тысячи астрономических единиц. Какой у нее будет видимый блеск? Да никакого почти. Какая-нибудь там 25-я звездная величина. Мы еще не знаем, насколько она отражает хорошо. Ну, наверное, отражает хорошо. И 25-ю величину достанет только самый мощный, ну, или там один из мощнейших телескопов в мире. 8-метровые, 10-метровые. Они всем нужны. Поэтому дают на две недели в году время на этих телескопах, чтобы искать эту планету. Вот они четвертый год ее ищут, не могут найти. Но дело вот в чем. Появляются новые объекты в поясе Койпера, которые немножко не укладываются в эту модель. И они как-то, вот, посмотрите, самые последние, уже такой явной концентрации не видно. Да, и становится все менее и менее оправданным эта идея про девятую планету. Пока за нее еще держится. Кто ищет, тот всегда что-нибудь найдет. Но уже не так очевидно, что она существует. Видите, появляются вот и здесь, и здесь. В общем, как-то заполняется. Ну, все равно, концентрация пока еще видна. Неоднородность распределения больших осей, в пространстве все еще есть, но не такая сильная, как оказалось лет пять назад. Другие планетные системы, очевидно, тоже есть. Мы их пообнаруживали уже много. И даже в процессе формирования. Вот известная звезда Бета-Пикторис. И когда ее в телескопе Хаббл закрывают саму звезду заслоночкой, чтобы она не ослепляла, вокруг нее виден прото-планетный диск. Причем интересно, что когда вот самую центральную его часть смотрят, там даже виден внутренний диск под наклоном к более внешнему. Вот чем-то напоминает. Вот у нас все планеты в одной плоскости, а Плутон уже в другой и далекие объекты. Ну, далекие объекты в разных плоскостях. В общем, чем-то это напоминает. Так немножко. Ну, вот так. Так, конечно, рисовать уже нельзя, что Плутон равноправен со всеми остальными. Но очень хочется найти аналогии, поэтому иногда так рисуют. Одним словом, в процессе формирования планетной системы мы знаем. Даже кое-что видим уже. Тоже Хаббл это видит. Даже видим те области, которые у нас видны плохо, а в других планетных системах видны лучше. Фомальгаут на южном небе. Его тоже черной заслонкой прикрывают, чтобы увидеть окрестности. И там довольно давно уже, вот 15 лет впервые назад, увидели изображение. Вот это вынесено. Изображение какой-то крупной планеты. Ее прослеживают. Уже проследили довольно далеко. Вот в 15-м году она тут была. И кроме нее, такой пояс каких-то мелких рассеивающих свет звезды объектов, который очень напоминает наш пояс Койпера. радиус эллипса, вот этого эллипса, 30 астрономических единиц. То есть, если бы это была солнечная система, то вот здесь бы начинался пояс Койпера. Ну, примерно вот здесь. Ну, ладно, вот здесь где-нибудь, 35 и до 50. То есть, какой-то аналог есть. Но Фомальга более массивная звезда, и у него все больше. Поэтому вот это полный аналог нашего пояса Койпера. Там много мелких частиц, они рассеивают солнечный свет. А внутри планеты уже собирают эту пыль, и там ее не так много. А лучи — это... Не, лучи — это артефакт, как говорят. Ну, лучи — это просто рассеянный свет на заслонке. Пояс Койпера не так уж плотно прижат к какой-то одной орбитальной плоскости. Если все большие планеты лежат довольно четко, ну, Меркурий там немножко отклоняется, да, на 7 градусов, а все остальные планеты четко в одной, ну, в плоскости эклиптики лежат, то чем дальше объекты, тем меньше Солнце управляет их движением, и все менее сконцентрированы они к плоскости эклиптики. Так что ничего удивительного, что и у Плутона большой наклон, а у других, ну, в общем, там дальше уже хаотическое распределение. Примерно такая же история, между прочим, у планет-гигантов и их спутников. Вот каждая, ну, может быть, не каждая, но Юпитер и Сатурн — это маленькие копии Солнечной системы. То есть, если вы возьмете, ну, вот Сатурн, например, его центральные спутники, они довольно крупные, кстати, почти все, они все в одной плоскости вращаются, это плоскость экватора Сатурного, то же самое у Юпитера. То есть видно, что они формировались единым образом. А посмотрите на внешние спутники, они абы как ориентированы, их орбитальные плоскости, некоторые вообще в обратном направлении. Вот когда написано и регулярные орбиты, ну, регулярными мы называем те, что в направлении вращения планеты движется, и регулярными, то есть неправильными. Хотя, конечно, правильные и неправильные — это дело такое договорное, но они не туда вращаются, куда сама планета. А это значит, что они с ней не связаны генетически, что их приобрела планета, просто захватывая из мимо пролетающих тел. В каком-то смысле это повторение. А, ну вот Юпитер. Ну, тут, конечно, плохо это сделано. Что еще интересного? Это мы обсуждали поиск. Ну, про троянца я вам рассказывал, да? Рассказывал. Вы знаете про это, да? Точки килограмм же хорошо населены. Там сегодня где-то по 7-8 тысяч астероидов в каждой из троянских точек Юпитера. Ну, поменьше у других планет, но тоже есть. Это мы обсуждали. Это довольно правильный рисунок. Это даже не художественный рисунок, а истинное положение астероидов на плоскости эклиптики, проекции на плоскости эклиптики. Я не помню, на какой год, примерно на 2000-й год. С тех пор немного прибавилось. И вы видите основная масса астероидов, троянские группы, греки и троянцы. И вот любопытная группа гильды. Это астероиды, у которых период связан с периодом Юпитера, но не один к одному, как у греков и троянцев, а два к трем. То есть пока Юпитер делает два оборота вокруг оси, каждый из этих астероидов успевает сделать три. Но это все равно означает, что они регулярно встречаются. То есть этот астероид сделает три оборота, Юпитер два, и они все равно встретятся вот тут в одной и той же точке большой оси орбит астероидов. А это значит, что каждый раз гравитационное влияние Юпитера будет в одну сторону выталкивать астероид. Вот эти тоже встречаются с астероидом, но поскольку у них нет точного соотношения, целочисленного соотношения с движением Юпитера, они могут с ним сблизиться в разных точках орбиты. Они каждый раз в разных точках сближаются. И поэтому влияние Юпитера на них усредняется, грубо говоря, обнуляется. А если у вас целочисленное соотношение, вот как у гильд, у астероидов группы гильд, то они всегда встречаются в одной и той же точке. Орбиты этих астероидов и влияние Юпитера каждый раз в одну сторону их выталкивает. То есть накапливается это возмущение, как говорят. Ну и поэтому иногда оно выталкивает, а иногда и держит здесь. Астероид придерживает его. Если он захочет уйти отсюда, появится тут Юпитер и вернет его на место. Ну, резонанс есть резонанс. Вот посмотрите, это интересная картинка. Она сделана во вращающейся системе координат. Солнце, Юпитер, вот он там, подобрез. То есть система координат вращается со скоростью орбитального движения Юпитера. А это кто тут бегает? Как думаете? Кто это может быть? Земля. Радиус Юпитера, орбиты Юпитера во сколько раз больше? Ну, разве тут получается один к пяти? Нет. Нет. Это Марс. Это Марс. Вот. А почему Юпитер туда-сюда ходит? Я же сказал, что это система координат, которая сопровождает его. Потому что эллиптическая орбита. Правильно. Потому что эллиптическая орбита. Он немножечко, да, движется. Так вот, вы видите хорошо, это греки и троянцы. А вот это группа гильды. И те, и другие в резонансе с Юпитером, но резонанс разного типа. У Земли тоже есть, у системы Солнца-Земля тоже есть пять точек Лагранжа. В третий мы пока не знаем. Кажется, там ничего нет. В первой и во второй много чего есть. Чего в этих точках у нас есть? Искусственные спутники. Искусственные спутники. Да, в основном орбитальные обсерватории астрономические. А вблизи точек L5 и L4 время от времени появляются такие временные спутники Земли. По крайней мере, в районе точки L4 вот так вот бродит туда-сюда. Сейчас один астероид, который ненадолго попал в резонанс с движением Земли. Но, видимо, скоро покинет эту область, потому что очень слабо. Земля его придерживает. Луна внутри этой области устойчивого движения, но не очень далеко от точек Лагранжа. Поэтому ее орбитальное движение очень замысловатое. Солнце так сильно... Ну, собственно, тут уже равновесие, да, между солнечным и земным притяжением и центробежной силой. Луна не очень далеко. Здесь полторы тысячи... Полтора миллиона километров от Земли. Тут тоже полтора миллиона. Расстояние до Луны какое? Кто помнит? Ну да, 380... Ну, в общем, 400 тысяч километров почти. Так что это сравнимо с расстояниями до точек Лагранжа, в которых, если вы попадете, у вас уже непонятно, с чем вы связаны, с Солнцем или с Землей. Так что Луна весьма чувствительна к притяжению Солнца. В последние годы открытие новых объектов Солнечной системы довольно активно происходит с космических аппаратов. Вот это один из самых, ну как, успешных. Он небольшой инфракрасный телескоп, это сосуд Дюара, в нем телескоп, но он за год наблюдений нам больше 333 тысяч новых объектов в Солнечной системе открыл. Очень высокая продуктивность. А это тот самый спутник Земли, о котором я говорил. Интересно, он движется? Вот кто мог бы объяснить, почему в системе Солнца-Земля, он так движется, приближается к Земле, потом вроде пугается ее, уходит, с другой стороны залетает, опять пугается Земли, опять уходит. Вот как это с точки зрения механики объяснить, почему у него такая странная орбита? Подкова, ну подкова образная, понятно, да? Солнце с двух сторон огибает. Да, он находится чуть дальше, чем Земля. Ну вот здесь, да? Он дальше земной орбиты, значит, его период больше, значит, он начнет приближаться к Земле, потому что Земля его догоняет. Дальше он приближается к Земле, и его скорость замедляется. Орбитальная скорость падает. Он приближается к Солнцу, и из-за того, что его орбита внутри орбиты Земли, его скорость становится больше скорости Земли, и он, да, видится как-то. Правильно. Он по правилам будет по правилам. Да, да, именно так, да. Вот такая удивительная совершенно связь между орбитой и, казалось бы, далеким, между Землей и далеким объектом, но Земля все время модифицирует его движение. То вне земной орбиты он оказывается, то внутри. И вот таким образом... Ну, таких мы знаем довольно много в системе Сатурна, например, есть, и в системе Юпитера тоже. Но в данном случае Земля приобрела такой временный спутник. Когда речь идет о взаимодействии далеких друг от друга небесных тел, мы говорим о Ньютоновой формуле. Спокойно можем ее использовать, потому что тут стоит одно расстояние, да. Когда взаимное расстояние между небесными телами сравнимо с их размером, то уже надо учитывать этот размер, что разные точки объекта на разном расстоянии от притягивающего центра. Тогда мы говорим о теории приливов. Но... Ну, об этом мы уже говорили с вами, да. Но помимо этого есть еще солнечное излучение, которое тоже действует на любое небесное тело в Солнечной системе, и прямые контакты между объектами. И то, и другое тоже может менять их движение. Ну, и внешний вид тоже на движение. Про приливы мы уже говорили. Чего-то повторяться вроде как не хочется. О том, как приливы влияют на вращение Земли, мы тоже говорили про прецессию, иннотацию про приливное трение, я вам просто напоминаю. Тоже говорили. И, наверное, не стоит повторять. А вот про движение Меркурия, по-моему, не обсуждали это дело, да, детально. Вот давайте посмотрим на него. Прилив, который со стороны Земли, который влияет на Луну, стабилизировал вращение Луны и заставил ее все время смотреть одной стороной на Землю. Это резонанс один к одному. Один оборот вокруг оси, один вокруг Земли. А вот у Меркурия странная ситуация. Если проследить, поставить какую-то метку на его поверхность, вот сейчас полдень, и поехали. Он идет по орбите, вращается планета. Вот она совершила полный оборот вокруг, ну, относительно далеких звезд. Сидирический период прошел, а орбитальный еще не закончился. Идет, идет дальше. Закончился орбитальный период, и в этот момент еще полоборота набралось, и метка оказалась на ночной стороне. Был полдень, стало полночь, а прошел год. Еще один год пройдет, была полночь, станет полдень. Значит, за одни солнечные сутки прошло два орбитальных периода, то есть два года. Странный резонанс. Два к одному, ну, или там три к двум. Три оборота вокруг себя, два оборота вокруг Солнца. Кто может объяснить, почему это устойчивая конфигурация? И как приливы могли такое создать? Почему? Не как у Луны, один к одному получилось, а вот таким образом, три к двум. Чувствуете тут какую-то механику? Может, вытянута сетя орбита? Ну, орбита вытянута, очевидно, да. Ну, и что вытянута? Картинка яркая, я могу включить свет. Внешний раздражитель. Ну, так какая тут механика? Когда приливные силы деформируют планету, возникает два горба, которые ближе к свету, которые дали к свету. То есть, с такой конфигурацией, за один период, за год, горб передний сменяется на горб задний. То есть, деформация планета, конечно, не внимательна, но не такая большая, как в их отношении к периоду. Ну, горбы, они же не вечные, они возникают, когда сила прилива усиливается. А когда прилив ослабляется, то и планета уже приобретает сферическую форму. Она же по-разному чувствует прилив. Нет, правильно было сказано. Это немножко не так. Орбита весьма эксцентрична. А это значит, что прилив сильно ослаблен в далекой от Солнца области орбиты и усилен здесь. Приливная сила очень сильно зависит от расстояния. В какой степени? В третьей. Третья степень. Чуть-чуть приблизились. Вот область перицентра, перигелия. И у вас прилив усилен. Фактически приливы работают вот в этой части орбиты. А потом они как бы отключаются, и планета сама по себе живет. А попадая сюда, в область перицентра, она резко ощущает приливное влияние Солнца. Значит, вот тут прилив работает. А в перицентре движение ускоряется или замедляется? Орбитальное движение ускоряется. И вот как раз, если вы посмотрите, с какой угловой скоростью проходит Меркурий перед центр, окажется, что она составляет две третьих, точнее, три вторых от средней скорости. То есть здесь угловая скорость движения планеты и угловая скорость ее вращения вокруг оси совпадают. То есть Солнце как бы захватывает Меркурий, когда он приближается к нему в приливный, это так и называется, приливный захват, захватывает и ведет его какое-то время, то есть этот табелиск смотрит, ну, или он, или вот его противоположная сторона, смотрит на Солнце вот в этой части орбиты. Потом, пройдя ее и начав удаляться от Солнца, прилив резко ослаб, а скорость вращения вокруг оси сохраняется, поэтому она больше, чем угловая скорость движения по орбите, особенно в этой точке, где она резко замедляется. Второй закон кого? Кеплера. Кеплера. Вот. А это интересный вариант, и, пожалуй, в Солнечной системе другого такого мы не встречали. Ну, про спутники планет, наверное, вы все знаете, да? Это какой спутник? Ио. А почему он такой желтый? Сера. Красота, правда? Вот бы попасть на этот спутник. Представляете, если астрономы всю жизнь мечтали на обратную сторону Луны попасть, то вулканологи, конечно, мечтают попасть на Ио. Такая вулканическая активность – это просто фантастика. Они не сгорят. А? Они не сгорят ничего. Сгорят? Нет. Они не сгорят. Вулканологи, они в кратер вулкана лезут и не сгорают. У них костюмы специальные есть, не сгорят. Наоборот, не замерзнуть бы тут. Это ведь, между прочим, охлажденный азот холодный, снег азотный. Там, да, в районе вулканического извержения жарко, а отойдешь, несколько шагов уже прохладно. Столкновение астероидов и комет с большими планетами тоже происходит. И вот это, пожалуй, самое сильное впечатление у нас оставило столкновение 1994 года. Мы прозевали тот момент, когда комета пролетала рядом с Юпитером, и отметили только вот это. Вот такой паровозик из ядер комет был открыт. Ну и ясно, расчет показал, что год назад она пролетала мимо Юпитера, очень близко, и приливы раскололи это ядро на части. Не только раскололи, но и замедлили орбитальное движение. И он вышел, разбитое на части ядро комета, вышел на эллиптическую орбиту, и потом в 1994 они друг за другом упали на Юпитер. Очень полезное было явление, потому что они били по атмосфере, взрывы происходили, и мы видели, облака расходились, и видели глубокие слои атмосферы Юпитера. Оказалось, что это довольно не очень редкое явление. После 1994 года любители астрономии распределили время, и все время те или иные любители смотрят на Юпитер, не выпускают его из виду, то есть непрерывный мониторинг ведут, и уже дважды обнаруживали такие же примерно падения ядер комет на Юпитер. Так что это регулярно происходит, ну раз в 10 лет, по крайней мере, удается это заметить. Ну это, так, картинка себе. А, вот видите, вот это вот один из снимков. Падения происходили на той стороне на невидимой Земли, но через пару часов уже выезжало это на видимое полушарие это место, и телескоп Хабблот фотографировал. Там можно было заглянуть внутрь, подоблачный слой Юпитера. Ну, кольца Сатурна мы тоже с вами обсуждали немножко. Тут столько интересного, что ты прямо и не расскажешь все сразу. Посмотрите, как пролетая через плоскость кольца, вы резко меняете, видите резкую смену внешнего вида кольца. Вот сейчас пока еще мы видим со стороны Солнца, Солнце освещает впрямую, а вот сейчас видим в контровом освещении. Чувствуете, как поменялось? Это Voyager так пролетал. Фотографировал. Там спутники бегают. Замечательная серия. Вот еще раз посмотрим. Это яркое кольцо А, яркое кольцо Б. А, нет, это А, это Б. И черный провал, вот эта щель Кассини. Сейчас повернется, точнее, мы перелетим через плоскость, и она становится, эта щель Кассини, яркой, потому что мелкая пыль рассеивает там свет солнечный. У всех планет-гигантов есть кольца. И вот на этой картинке они приведены, ну, схемы, конечно, колец, приведены к размеру самой планеты. То есть тут масштабы в этих четырех секторах разные, они так подобраны, чтобы сама планета здесь выглядела одинаковой. Ну, и мы видим, что кольца, их протяженность примерно одинаковая, если в единицах размера самой планеты иметь в виду. Потому что приливные силы, ну, они... Ох, про радиус. Ну, ладно, наставим это дело. Может быть, в курсе планетологии вам более подробно расскажут. Ну, грубо говоря, в этих областях, вот на расстоянии двух-двух с половиной радиусов самой планеты, там приливная сила разрушает мягкие тела, такие рыхлые тела, либо, наоборот, не позволяет мелким объектам собраться в одно тело. А уже за пределами двух с половиной, так называемая область Роша, там уже могут формироваться из рассеянной пыли гравитационно связанные объекты. Так что тут большой загадки нет физической. Загадка, пожалуй, состоит в том, как выглядит тонкая структура колец. Вот тонкое вот это вот распределение частиц по размеру, например, почему они сегрегированы по расстоянию от планеты. Это все еще не очень понятно. Ну, эту картинку, по-моему, я вам показывал, да? Показывал. Мне она очень нравится, потому что тут много физики. И много непонятной физики, кстати. Вот эти вот, как сказать, спойки, ну, в общем, лучи, их природа непонятна. Или, ну, тут не видно, а в динамике видно по диску, по поверхности кольца бегут такие спицеобразные потемнения, именно как спицы по радиусу вытянутые. А ведь это все обычное орбитальное движение кеплеровой скорости. Тут быстро, тут медленнее, а тут еще медленнее. А эти спицы, они прям сохраняют свой радиальный вид и перемещаются. Вот кто их гонит и придерживает так, неясно. Вроде магнитное поле должно, но там не все сходится. Так что загадок у кольца много. Ну, и, наконец, вот это вот излучение. Солнечный ветер, с ним более или менее все ясно. Это поток плазмы солнечной. Он обтекает магнитное поле Земли. Оно его придерживает, это понятно. К счастью, у Земли есть магнитное поле, и оно не дает солнечному ветру сдувать верхние слои атмосферы. Ну, поэтому у нас атмосфера еще более или менее держится. У Марса ее уже нет. Но без наличия магнитного поля атмосфера довольно быстро должна покидать планету. И мы видим этому доказательство. Там, где его нет. Но атмосфера Земли, в конце концов, тоже не вечная. Она будет потихонечку уменьшаться. Вот скорость испарения нашей атмосферы. Вот это самая важная величина. Поскольку водород, атомы водорода самые легкие, они самые подвижные. При одной и той же температуре МВ квадрат сохраняется. Значит, при уменьшении М увеличивается В, скорость движения молекул. И у водорода во внешней части земной атмосферы уже скорость движения где-то в половину второй космической скорости. Значит, они легко могут самые быстрые частицы покидать земную атмосферу. Наблюдение показывает, что Земля прямо окутана таким водородным облаком, а хвост тянется вообще там за орбиту Луны. Три килограмма в секунду мы теряем водорода. Откуда водород в атмосфере Земли? Как думаете? Вроде тут нет водорода. А, лабораторка по химии. Это все наш химфак. Ну вот от химфака химфак. Ну да. Вода, вода. Вода, конечно, да. Ультрафиолет солнечный расщепляет молекулу воды. А воды у нас в атмосфере всегда достаточно. Поэтому фактически с водородом мы теряем воду. Кислород идет, окисляет породы, тоже связывается, а водород уходит. И вот умножьте эти 3 килограмма в секунду на миллиард лет, оказывается, что это чуть ли не половина мирового океана. Так что через 2-3 миллиарда лет Земля полностью высохнет совсем. Если не будет притока воды из недр, он, конечно, есть небольшой, но очень маленький. Раньше думали, что вулканы довольно много выбрасывают паров воды. Они, правда, много выбрасывают. Но выяснилось, что это просто круговорот. Это морская вода опускается под континенты, нагревается и потом из вулкана обратно в атмосферу. Так что это наша родная вода. Вулканы нам ничего не добавляют, или почти ничего. Тогда высохнет Земля, и мы лишимся жизни на поверхности Земли. Любопытно, какие объекты сохраняют атмосферу, а какие ее потеряли. Вот тут такая картинка. Сила тяжести на поверхности и, грубо говоря, нагрев со стороны Солнца. Тут написано, что звезды нагреваются со стороны Солнца. И вот прямо видна такая критическая линия. С одной стороны, если у вас слабо нагревает Солнце, но и держится газ слабо у вас на поверхности планеты, вы его потеряете. Но если Солнце нагревает сильно, то даже массивные планеты будут терять. Вот Марс, он вообще на критической линии лежит. То есть он, можно сказать, еще чуть-чуть и потерял бы, так он уже почти все и потерял. Планеты-гиганты, конечно, держат ее так, что никакой солнечный нагрев ничего от них не оторвет. В общем, это довольно простая физика, но она делит все объекты на безатмосферные и с атмосферой. Экзопланеты тоже можно таким же образом исследовать. Наконец, два динамических эффекта, которые производит солнечный свет. Эффект поинтинга Робертсона, он давно известен, в учебниках описан. И эффект Ярковского, который в учебниках не описан. По-моему, ни в одном учебнике его пока еще нет. Хотя он изобретен раньше, чем поинтинга Робертсона. История такая. Значит, поинтинга — это английский физик, Робертсон — американский физик. И они сообразили такую вещь. Ну, просто глядя на хвосты комет, на прочую межпланетную среду, они поняли, что солнечный свет оказывает давление. Ну, собственно, еще наш Лебедев МГУшный открыл этот эффект. Вообще, свет оказывает давление. Как же он влияет на движение небольших небесных объектов? Да очень просто. Гравитация. Ну, берем какой-то там шарик. Гравитация Солнца притягивает его, а давление солнечного же света отталкивает от Солнца. Ну, казалось бы, оба действуют по прямой линии, направленной на центр Солнца. Ну, поскольку гравитация сильная, а давление света слабая сила, то она, ну, чуть-чуть ослабляет гравитацию. Ну, как-то не должно было бы это сказаться. Но мы вспоминаем, что объект летит по орбите, движется. При этом гравитация все равно направлена на центр Солнца. А куда направлено давление солнечного света? Оно за счет эффекта аберрации немножечко не по радиус-вектору, а немножечко в сторону. И, значит, у него есть составляющая, ну, основная составляющая, конечно, это ослабляющая гравитацию, но есть маленькая составляющая, тормозящая движение любого космического, движущегося по орбите вокруг Солнца тела. Очень маленькая. Вот можете на вскидку сказать отношение вот этой компоненты, или, точнее, этого компонента вот к этому компоненту. Но отношение к растению света? Конечно, конечно. Отношение. И чему оно равно? Одна десятитысячная. Одна десятитысячная. 30 километров в секунду на 30 тысяч километров. Одна десятитысячная. Но все равно она же постоянно тянет назад. Она слабая, но постоянная. То есть тормозит. И насколько сильно, вот, пожалуйста, типичная межпланетная твердая частица, частица пыли, 10 микрон размером, за 10 тысяч лет, то есть почти мгновенно падает из пояса астероидов на Солнце. Так и вообще, солнечная система должна была бы давно очиститься от пыли. А мы видим пыль. Ну, видим рассеянный зодиакальный свет на пыли. Значит, пыль есть. Откуда же она? Но она новая всегда. Астероиды друг в друга стукаются. Их много. И они постоянно воспроизводят пыль. Но довольно быстро, буквально за десятки тысяч лет, эта пыль оседает на Солнце. Правда, самые маленькие, самые мелкие частицы, они улетают из Солнечной системы, потому что на них давление света уже больше, чем гравитационная сила. Гравитационная от массы зависит. А давление света от поперечника, ну, от площади сечения, куда падает свет. А с уменьшением размера тела масса как единица на r в кубе уменьшается, а площадь сечения как единица на r в квадрате. То есть, чем меньше частиц, тем больше у нее отношение площади сечения к массе. А значит, силы солнечного давления к силе солнечного притяжения. Мелкие частицы, там, размером от, по-моему, одного микрона, или там полмикрона, я точно не помню, они уже выдуваются просто солнечным светом из Солнечной системы. А более крупные тормозятся, эффектом пойнтинга Робертсона, это давно известная вещь. Но уже на частице размером, я не знаю, там, десятую, ну, в миллиметр этот эффект слаб, а в сантиметр он вообще никакого значения не имеет. То есть, для частиц вот такого ощутимого размера этот эффект никакого значения не имеет, у них масса большая, сечение маленькое. И вдруг появился вот этот товарищ. История совершенно загадочная. Жил он в Москве, работал, был главным инженером Московско-Питерской железной дороги, она тогда называлась, по-моему, сейчас она Октябрьская, тогда Императорская называлась. В общем, он был паровозных дел инженером. Но увлекался физикой и придумал даже свою теорию гравитации. Неправильную. Там много было неправильных теорий, там, с эфиром они были связаны. Это конец XIX века. Но он, придумав эту теорию, стал думать, а что же эти планеты не падают на Солнце, если они движутся сквозь эфир? Ну, была тогда мода считать, что все пространство заполнено эфиром. Наверное, есть какой-то эффект, который подталкивает их. И увидел этот эффект. Эффект очень простой. Вот он написал это в своей книжке. Сейчас расскажу про этот эффект. Он написал, все про нее забыли. И только несколько лет назад стали выяснять, почему спутники Земли как-то так отклоняются от расчетного движения. Немножко себя ведут неправильно. Вспомнили. Эффект Ярковского. Американцы начали об этом писать. Мы их статьи сначала читали. Эффект Ярковского, эффект Ярковского. Надо же думать, какой у них умный ученый Ярковский. А в том где-то проскочило. Эффект русского инженера Ярковского. Я спустился в нашу библиотеку и нашел там книжки, вот эти самые, которые никто не брал в течение почти века. А они подарены. Ну, тут на польском надписи, потому что подарены нашим профессорам польскоязычным. Оказывается, вот какой эффект он придумал. Смотрите. Солнц светит. Это из его книги. А это я нарисовал. Солнц светит на маленькую планету и нагревает ее дневное полушарие. Ну, а планета летит по орбите и еще вращается вокруг своей оси. Где самое теплое место на поверхности планеты? Ну, нет. Смотрите, это утро. Восход солнца. Тут холодно еще. Это полдень. А это вечер. К вечеру нагревается поверхность. И еще некоторое время ночью охлаждается, но потом холодной становится. Утренняя полушария самая холодная и дневная, и ночная сторона. А вечерняя и дневная, и ночная сторона самая теплая. Значит, отсюда в основном инфракрасный свет уходит. Ну, в космос уходит. И реакция его ухода толкает планету в противоположном направлении. Если планета вращается по часовой стрелке и по орбите идет по часовой стрелке, то этот эффект Ярковского ускоряет планету. Если она вращается наоборот, то замедляет ее движение. А теперь смотрите. Почти весь свет, упавший сюда, уходит сюда. Это же, как это называется, фотонный ракетный двигатель получается. И он на много порядков. Ну, примерно сотни раз эффективнее эффекта Пойнтинга Робертсона. А, соответственно, действует не на пылинки, а на вполне себе макроскопические тела. Ну, типа там, спутников искусственных или небольших астероидов. Размером он очень активно влияет на их движение. Вот таким образом оказалось, что человек сделал замечательный прогноз, про который все забыли. А сейчас этот эффект мы пытаемся приспособить для управления движением астероидов. Например, если какой-то астероид обещает ударить по Земле, там, лет через 300, то можно за счет эффекта Ярковского, немножко там, исправив альбедо на поверхности астероида, а заставить этот эффект увести астероид с опасной орбиты. В общем, это оказалось... Читайте старые книжки. В старых книжках иногда очень интересные идеи, забытые или неактуальные на тот момент, а потом оказываются очень полезные для использования. Ну, ладно. Собственно, три часа. Все. На этом мы завершаем. А...